Открылись соревнования парадом команд из различных регионов России, от Калининграда до Владивостока. Впервые участвуют синхронистки из Ярославля. Турнир 12 по счету, а в Сочи, именно в бассейне Гранд Отель Поляна, его проводят в шестой раз. По традиции организаторы Всероссийская Федерация Синхронного Плавания, Департамент по физической культуре и спорту администрации города. В соревнованиях принимают 375 участниц. В возрастные категории представлены все. Это девочки 12 лет и моложе, девушки 13-15 лет и юниорки 15-18 лет. Конечно, регионы недостаточно сильны своими спортивными возможностями, тем не менее, выступления на такого уровня в соревнованиях закаляют их волю к победе. В основном за первые места поборются между собой синхронистки из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них воспитанницы Центра по синхронному плаванию Марии Киселевой. Мы прошли только половину пути, у нас впереди еще много выступлений. Привезли мы сюда три команды. Одну команду в возрасте девочек в 13-15 лет и две команды в возрасте девочек в 12 лет и моложе. Первый и второй состав. Поэтому пока наблюдаем. Наблюдают за профессиональной подготовкой синхронисток судьи международной и республиканской категории среди участниц из Сочинки. Это воспитанницы спортивного клуба «Кавказ». Выступали мы по максимуму. Каждое соревнование очень важно. Каждое выступление для нас особенное. И сегодня мы выкладывались по полной. Надеюсь, мы не подвели любимого тренера и родителей. Уровень достаточно высокий, особенно на этих соревнованиях. Мы не переживаем. Для нас главное выложиться по полной, сделать лучше для себя. Сегодня состоялись соревнования по обязательной программе и среди комбинированных групп. Далее захватывающая борьба между дуэтами. А завтра, в заключительный день соревнований, произвольная программа и солистки. Лучшие из которых претендуют на титул «Черноморская русалочка-2016». Елена Всевсна, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова